Всем привет! Я Анна Оськина. Красивые и оригинальные подарки к праздникам вдвойне приятнее дарить в подарочной упаковке. А если такую упаковку можно сделать своими руками, это большой плюс. Именно поэтому я расскажу вам, как сделать красивые коробочки в форме кусочков тортика и украсить их. Я люблю дополнять упаковку деталями ручной работы из полимерной глины. Упаковка может подчеркнуть подарок, указать на праздник или время года или намекнуть на содержимое. Для работы я использую цветную бумагу для скраббукинга, атласные ленты и небольшие детали для декора. Я определилась цветом бумаги, выбрала такой симпатичный цветочный орнамент. И дальше мне нужна будет развертка коробочки. Размер схемы можно менять в зависимости от того, насколько большая или маленькая нужна коробочка. Так как я делаю преимущественно небольшие украшения, коробочка мне тоже будет нужна небольшая. Я вырезаю схему из плотной бумаги, прикладываю ее к обратной стороне цветной бумаги, которую я выбрала, и обвожу простым карандашом. Теперь нужно вырезать по карандашу. Я привыкла вырезать при помощи металлической линейки и канцелярского ножа. Но можно также использовать самые обычные ножницы. Преимущество канцелярского ножа в том, что он оставляет более ровный и более четкий разрез. Он не сминает бумагу и контур получается очень аккуратный. Не забудьте вырезать отверстие, при помощи которого коробочка будет закрываться. Теперь мне нужно обозначить будущие перегибы коробочки. Это нужно сделать каким-нибудь тупым острым краем. Для этих целей отлично подойдет, например, непишущая ручка. Или такая немножечко затупленная с округлым концом спица. Или у меня есть палочка для лепки с тупым и таким немножечко тоже округлым краем, который не будет рвать бумагу. Я обозначаю перегибы при помощи этой палочки. Нужен именно какой-то тупой конец, чтобы не рвать и не резать бумагу. Когда границы обозначены, перегибаю их. Коробочку можно сворачивать. Я склеиваю коробочку при помощи двухстороннего скотча. Наношу скотч на кармашки для приклеивания. Отсоединяю ленту и сворачиваю коробочку. Хорошенечко прижимаю, чтобы скотч приклеился. Основа, коробочка собрана. Теперь нужно ее украсить. Для украшения я выбрала бордовую ленту в тон. Эта лента будет будто бы начинка на кусочке торта. Поэтому лента будет проходить ровно посередине кусочка. Наклеиваю двухсторонний скотч на то место, где я хочу прикрепить ленту, посередине куска. И поверх скотча, уже наклейку и его часть, наклеиваю ленту. Ленту я наклеиваю только по бокам тортика, а сзади я завязываю бантик. Чтобы можно было развязать бантик, открыть коробочку и достать из нее подарок. Сверху тортик тоже должен быть украшен. Я использую золотистые листочки, они продавались в наборе для скраббукинга. И розочку из полимерной глины. Эту розочку я сделала при помощи формочки силиконового молда. И конечно же на коробочку ее нужно приклеивать уже запеченную. То есть это уже готовая твердая деталь. Приклеиваю детали при помощи обычного резинового клея. Хорошо прижимаю детали, чтобы они действительно хорошо приклеились к коробочке и ни в коем случае не отвалились потом. Пожидаю некоторое время, как клей подсохнет. И коробочка готова. Изменяя элементы для украшения коробочек, можно сделать огромное множество вариантов. Ракушки и морские звезды, бусинки и бантики, розочки и другие цветы, пуговички, элементы для скраббукинга. Все это может украсить красивую подарочную упаковку. А вам спасибо, что посмотрели мой мастер-класс. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Творческих вам успехов! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok